День за днём множество событий, но нас интересует главное. То, что касается каждого. Ток-шоу. Главная тема. Несчастная любовь, одиночество, психологические и финансовые проблемы, затяжные депрессии. Всё проходит, и это пройдёт, скажете вы. Но статистика в ответ готова преподнести десятки и даже сотни невыдуманных историй, которые завершились попыткой или уходом из жизни. Что главное мы упустили, над чем обязательно стоит задуматься каждому из нас. Об этом и не только поговорим сегодня в ближайшие 40 минут. В эфире главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Начальник отдела Главного управления образования Гомельского обл. сполкома Ирина Дробышевская. Ирина Юрьевна, добро пожаловать. Врач-психиатр-нарколог, заведующая педиатрическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы, Ольга Метлицкая, Ольга Васильевна, располагайтесь. Священник Артемий Кривицкий, отец Артемий, милости просим. Семейный психолог, наш постоянный гость и эксперт программы Евгения Башкинцева. Евгения Семёновна, располагайтесь. Проблеме депрессии и суицидов, как мне кажется, не одна сотня лет. И, к сожалению, те самые разговоры о этой проблеме зачастую заканчиваются только разговорами. Почему задавал этот вопрос себе я? Почему с этим вопросом отправляюсь к вам? Возможно, потому что нам кажется, что эта история не про наши благополучные семьи, не про наши улицы и наши города, или, возможно, нам так удобнее представлять, что это проблемы из космоса. Когда мы говорим о таких сложных темах, то не хочется, чтобы мы учились на чьих-то примерах, но большое спасибо за тот информационный повод, потому что я думаю, что всегда будет уместно об этой теме говорить с упреждением. Для того, чтобы предупредить и сохранить те возможные жизни людей, которые рядом с нами. Ну и, безусловно, это острая и животрепещущая тема, которая не оставляет равнодушных никого. Конечно, сегодня без конкретики, но не без примеров. Я думаю, это правильно. Вот один факт, который стал поводом задуматься и поднять эту не самую простую тему, в том числе и сегодня в эфире «Беларусь-4», один из райцентров Гомельской области. Одно из достаточно неплохих учреждений образования, где с учебным процессом все на уровне. И только вдумайтесь, за достаточно короткий период, с сентября по декабрь 2018 года, в этом не таком далеком от нас районном центре, несколько пара суицидов, попыток уйти из жизни, и один суицид. О чем эти звоночки и какие мысли сейчас у всех заинтересованных служб? Ирина Юрьевна. Да, действительно, Александр, конечно, это не просто звоночек, а это буквально колокол, который привлек внимание всех без исключения. И всего педагогического коллектива, который сегодня задается вопросом, что же делать, ищет причины случившегося, и самое главное, ищет, как же действовать дальше. Как упредить, как не допустить в дальнейшем вот таких случаев? И, конечно, мы тесно взаимодействуем сейчас в этом вопросе с органами и учреждениями здравоохранения, потому что только вместе со специалистами можно найти выход из вот такой сложившейся ситуации. Здесь нельзя так сразу явно сказать, что упустили. Здесь просто нужно и нам всем, и нашим телезрителям понимать, что если ребёнок отличник, активист, внешне благополучный, улыбчивый, это не говорит о том, что у него нет проблем внутри. Это не говорит о том, что он умеет справляться с конфликтными ситуациями. Это не говорит о том, что у него всё в порядке во взаимоотношении со сверстниками, во взаимоотношении с родственниками, со своими близкими людьми. То есть мы говорим о том, что нужно быть очень внимательным. Чаще в душу ребёнка заглянуть. Да, заглядывать, смотреть, больше внимания уделять ребёнку как в учреждении образования, так и самим родителям. Как же быть, если общество нас стимулирует к тому, что ты должен выйти с американской улыбкой и сказать, у меня всё прекрасно. Возможно, потому так часто это всё внутри переживается. Вы знаете, мы сейчас всем нашим обществом жертвы вот этого терроризма позитивом, когда мы должны выдать эту красивую маску, а за её пределами совершенно не важно, что происходит. Но я хочу насторожить родителей, не просто маска. На самом деле сейчас взрослые, которые работают с молодёжью, с детьми, они оказались в очень сложной ситуации, потому что родители видят одну ипостась детей, а у наших детей замечательный самоконтроль. И они прекрасно понимают, как нужно вести себя так, чтобы не нарваться на расспросы, на оценки, на характеристики. И в школе они другие, и они там выдают свою позитивную маску, дома они свою позитивную маску выдают. А что же на самом деле в их судьбе, в их настроениях, в их эмоциях, знает только один, одно существо на этой земле – интернет. Отец Артемий, кого винить в таких ситуациях? Всё-таки ответственность в первую очередь на родителях, либо нужно смотреть шире, я говорю про общество сейчас? На мой взгляд, здесь нужно говорить не только об ответственности, но и о заинтересованности в первую очередь родителей. Безусловно, потому что это их ребёнок, это их чадо, и родитель напрямую заинтересован в том, чтобы их ребёнок был благополучен. Но общество я бы эту ответственность всё-таки не возлагал, потому что вряд ли мы виноваты в том, что человек пользуется своей свободой, которой он наделён и о которой мы иногда так часто и много говорим. А вот внимательно посмотреть на формирование тех социальных институтов, которые формируют наше мнение, которые предлагают нам модели поведения, вот здесь я бы, наверное, всё-таки говорил о том, что на них в том числе лежит ответственность. То есть это средства массовой информации, школа, церковь в том числе. Ну и, безусловно, внимательное отношение к тем традициям, которые мы формируем у подрастающего поколения. И всё-таки в этой пирамиде ответственность родителей на каком месте? Я вот часто сталкиваюсь с мыслями людей, в том числе и в соцопросах, которые мы часто вместе с коллегами проводим, ответственны за безопасность подростка. Все, кто угодно, общественность, педагоги, организации, волонтёры, но только не родители. На мой взгляд, это неправильная позиция, и родители – это как раз то первое звено, которое в этой цепочке должно нести самую важную ответственность. Возвращаясь к тем случаям, о которых говорили выше, Ольга Васильевна, я знаю, что вы также оперативно в составе межведомственной группы, тогда выехали в тот самый райцентр. Предстоял достаточно серьёзный и сложный разговор и с родителями, и с педколлективом, и с учащимися. Чем сложны такого рода ребусы, по-другому не назвать, вопросов больше, чем ответов, даже для опытного специалиста? В своей работе мы поставили следующие задачи. Во-первых, мы хотели узнать причины совершения суицидальных попыток подростками. Во-вторых, мы хотели понять, существует ли связь между этими суицидальными попытками. И, конечно, мы не хотели найти виноватых. Наша основная задача – это принять решение, что мы должны ещё все вместе сделать для того, чтобы взять ситуацию под контроль, чтобы остановить подростковый суицид, потому что это очень-очень важная-важная проблема в нашем обществе. И всё-таки о причинах понятно в каждом конкретном случае. Человеку кажется, что вот эта проблема самая серьёзная. Вопрос жизни и смерти на самом деле так и было? Подростки совершают суицидальные попытки, как правило, находясь в состоянии психологического кризиса. А об этом не всегда знают ближайшие окружающие. То есть родители, учителя, даже друзья не всегда осведомлены о тех проблемах, которые существуют у подростка. Подросток часто скрывает свои проблемы, потому что боится каких-то оценок. О каких проблемах идёт речь вот в тех случаях, про которые мы говорили? Действительно ли там были вопросы жизни и смерти? Проблемы были следующие. В основном они касались взаимоотношения подростков со своим ближайшим окружением. В большинстве случаев, проанализировав ситуацию, я поняла, что это были состояния разочарования своих возлюбленных, если они были преданы. Это объяснимо. Понятно, что всех подробностей вы сейчас выдать не можете по объективным причинам. И всё-таки, как можно охарактеризовать настроение в коллективе педагогическом, ученическом, когда случай за случаем мы сталкиваемся с подобными историями? Конечно, весь педагогический коллектив, учащиеся их родители находились в состоянии шока. Можно отметить, что педагоги очень-очень тревожились за будущее своих учащихся. Потому что часто так бывает, что в подростковой среде срабатывают реакции имитации, когда в случае какого-то критической ситуации подростки копируют поведение своих друзей. Таким образом, необходимо было... Не допустить этого. Не допустить этого, да. Люди, посмотрите. Я правильно выражаю своё отчаяние? В интернете существует мода на молодёжную реакцию в ответ на трагический стимул. А это, наверное, опять-таки проблема семьи, которая не научила своего сына или дочь правильно реагировать на те уколы судьбы, на удары, которые, безусловно, в жизни каждого человека будут. Мы понимаем, что эта самая семья уже давно простила своего чада за эту попытку, за этот шаг. Разговоры проведены. Как быть, чтобы не допустить спекуляции? Ведь этот подросток с, я думаю, сложной психикой, раз уже были предпосылки, понимает, вы все у меня на крючке. Психика у него обыкновенная, возрастная. А вот что делать, чтобы это не повторялось, чтобы не превратилось в способ манипуляции с семьёй? Наверное, опять же-таки, те взрослые, которые заинтересованы в судьбе, а главное, в физической жизни и качестве жизни этого подростка, чтобы они поискали обыкновенный, жизненный, реальный путь в дальнейшее. То есть цели, задачи. А зачем же жить, спросит этот ребёнок, если мне так тяжело, мне не купили смартфон или меня бросил любимый. Что мне дальше делать? Так вот, взрослые должны сказать, что дальше делать вместе на семейном совете. Отец Артемий. Мне кажется, здесь ещё очень важно говорить о том, что нам важно формировать целостность той среды, которая окружает ребёнка. Потому что часто так бывает, что родители говорят одно, школа, может быть, говорит какие-то свои вещи, тоже важные и необходимые. Но когда ребёнок их сопоставляет вместе, плюс ещё сюда накладывается интернет, ребёнок становится перед неразрешимой проблемой того, что те ценности, о которых мы говорим, интернет может говорить по-другому. И сейчас мы видим ту надменность, где в интернет-среде формируется сообщество, которое провоцирует ребёнка на этот шаг. То есть заведомо можем сказать, что есть люди, которые к ценности жизни относятся абсолютно иначе. И мы тоже должны понимать вот и такую проблему. Ольга Васильевна, а это правда, что большая часть парасуицидов заканчивается самоспасением? Да, Александр. Практика показывает следующее. Подросток, находясь в состоянии психологического кризиса, импульсивно принимает решение уйти из жизни. То есть это сиюминутное решение. И когда он совершает этот акт, например, самопорезы или самоотравление медикаментозными средствами, по истечении какого-то периода времени, подросток переоценивает то, что с ним произошло. И понимает ещё несколько минут, и возможно поздно. Да. И когда подросток понимает это, то он находит пути выхода, обращается к своему ближайшему окружению. Он обращается к родителям и говорит о том, что произошло и как родитель реагирует на это. Это очень важно тоже. Если родители не оценивают критически этот шаг, который совершил подросток, а пытаются ему помочь, то это уже залог успеха, выхода из этой критической ситуации. То есть подросток понимает, что ему помогут. И всё-таки о чём эти вызовы? Ведь это действительно вызовы, и даже не общество, наверное, о своей семье. Начнём с малого и самого главного. Может быть, потому эти звоночки так часто звучат? Потому что в той компьютерной среде, в которой находится большинство подростков, достаточно много жизней у героев компьютерных игр. Да, Александр, я бы хотела поддержать в этом вопросе Ольгу Васильевну и привести вот несколько таких красноречивых примеров. Буквально год назад один из педагогов-психологов одной отдельно взятой школы провёл исследование. Он провёл анкетирование родителей различных классов. И вопрос был элементарный. Сколько времени в день вы уделяете на общение с вашими детьми? Так вот, когда получил данный психолог результат анкетирования, он был поражён. Оказалось, что порядка 30% родителей, только 30% родителей, даже чуть меньше, уделяют своим детям от часа до двух часов в день. Все остальные, а это порядка 70%, до часу, а даже иногда менее 30 минут в день. Как мы можем увидеть у нашего ребёнка проблему? Как мы можем настроить его на разговор? На доверительное отношение? На доверительное общение, если мы уделяем ему 10, 15, 30 минут общению. И второй пример. Выезжая иногда в регионы, мы тоже в учреждениях образования проводим небольшое анкетирование. И задаём нашим уже ребятам вопрос. Скажите, пожалуйста, если вы попадёте в трудную жизненную ситуацию, кому в первую очередь вы обратитесь? И вот порядка 60%, то есть первое место в рейтинге занимают родители. Потом близкие друзья-сверстники, и далее там педагоги, психологи, учителя, врачи и так далее. То есть мы говорим о том, что сегодня, как бы мы ни говорили, но уровень доверия, уровень авторитета у подростка – это в первую очередь родители. А ещё, наверное, очень важно сделать правильный акцент. Истории, про которые мы сейчас говорим, это ведь далеко не те неблагополучные семьи, на которые часто мы скидываем все проблемы. Это часто те самые благополучные, обеспеченные семьи, где, казалось бы, ну вот чего ещё не хватает? А вот вы для себя этот ответ, отец Артемии, нашли. Чего не хватает человеку, у которого и так всё есть? Ответ кроется, наверное, в духовной сфере. Об этом всегда очень тяжело говорить, потому что часто мы возлагаем какие-то свои проблемы на нехватку телефона, компьютера или автомобиля, но всё-таки духовная сфера. И в первую очередь опыт духовной жизни родителей. Потому что ребёнок – это некое зеркало, которое его копирует. Если этого духовных традиций в семье недостаточно, если там есть большой пробел, то как раз то пространство, где формируется проблема. Потому что материальным миром человек пытается заместить, он не видит того результата, который бы хотел, и начинается вот это вот шатание из стороны в сторону. Но и наша вина здесь тоже есть, потому что мы часто не учим ребёнка справляться с трудностями. Мы его всячески опекаем. От большой любви часто, конечно же. От большой любви, безусловно, подвести поближе к школе, чтобы ребёнок не замёрз, пораньше забрать, чтобы ребёнок не устал. Ребёнок в современном мире лишён опыта встречи с проблемой. И здесь нужно работать, работать, работать. Другими словами, когда такая уж слишком комфортная подушка безопасности, адреналина-то неоткуда искать. И вот тогда дурные мысли уж, простите, ледут в голову. Всё верно? Конечно. Тем более, что принцип не париться, не напрягаться – это тоже принёс интернет, когда молодому человеку, девушке говорят, зачем напрягаться, зачем париться? Всё должно, мир должен тебе всё сам отдать, сам принести. И если жизненная ситуация вдруг не подчиняется, у него действительно возникает ощущение краха, перспективы жизни. А если ещё семья не наполнила его душу, его мысли ценностями и ценностями жизни, если она укрывала всё самое страшное от него на протяжении всей его жизни, тогда он со своей жизнью распоряжается, как со старым смартфоном, выбрасывает её и всё, не задумываясь о том, что эти же родители потом будут бесконечно, вечно, всю свою оставшуюся жизнь плакать и переживать. Мне подсказывают, есть мнение из зала, предлагаю выслушать. К слову, сегодня в студии на Пушкина 8 лучшие педагоги-психологи Гомельщины. Интересно ваше мнение. Меня зовут Татьяна, я психолог города Гомеля, одной из гимназий нашего города. Я согласна с мнением большинства, особенно по поводу родителей, общественного мнения. И хотела бы добавить, всё-таки с точки зрения психолога, я считаю, что в системе образования нашей очень важна профилактика. Она должна быть комплексной, последовательной, дифференцированной и своевременной. Что вкладываете в это? И вот своевременность, это, с моей точки зрения, для нас, психологов, самое важное. Это действительно нужно быть внимательным и грамотно реагировать. А как можно грамотно реагировать, если мы не знаем основ, если мы не знаем причин, факторов, мотивов такого суицидального поведения? Поэтому просвещение родителей, просвещение педагогов, даже просвещение сверстников – одна из самых важных задач в школе у нас, по крайней мере, со стороны психологической службы. Что ещё важно – это индивидуальная работа. Вот доверие возникает только там. И умение видеть признаки суицидального поведения только складывается в индивидуальной работе. И индивидуальная работа должна занимать 50% работы школьного психолога. А вот из индивидуальной работы мы выходим на родителей. Потому что успешность индивидуальной работы может быть только тогда, когда разрешена причина, устранён этот фактор, ситуация снижена, тревожность, например. И поэтому как это сделать без участия родителей? Никак. Самые близкие люди – это родители. Они самые авторитетные. Поэтому мы обязаны подключать, и мы так и делаем в работу самых близких людей. Михаил Голаков, Приборский лицей. Я бы хотел сказать, что нельзя всё винить на интернет. Понятно, что интернет, да, масса информации, и все подростки в нём сидят. Но негатив не только оттуда. Даже экономически успешные семьи тоже, у них тоже случаются такие случаи, достаточно неприятные. Когда девушка-подростка настолько застращались за плохие оценки родителей, затерроризировали, что она просто не смогла справиться со своими эмоциями и совершила парасуицид, но уже с плохим окончанием. Я не могу сказать, что она нашла это в интернете. Конечно же, нет. Это, естественно, у неё пришла, видимо, такая ситуация повторялась с родителями неоднократно. И действительно, во всём винить интернет, наверное, смешно. Но даже тогда, когда его не было, эти проблемы были. Так и есть. Вы вот постоянно общаетесь с подростками в коллективе педагогическое детском. Как быть внимательным к этим отношениям? Как не упустить главного? Ну, задача педагога-психолога, прежде всего, выявить и войти в доверие к этому подростку. Вот, приблизить его к себе и организовать работу вокруг него. И если уже видна проблема, то, конечно же, сообща с родителями, заинтересованными лицами, ввести конкретную работу. Я могу поддержать своих коллег, поддержать людей в студии, экспертов. В том, что в первую очередь это очень важно, доступность той среды, в которой больше времени проводит ребёнок. Ну, я имею в виду школу. Как построена эта работа и как функционирует она на площадке моей отдельно взятой школы? Значит, ситуации, которые происходят в школе, в первую очередь может узнать классный руководитель. Классный руководитель, наблюдая за ребёнком, изучая его поведение, он обращается к психологу. Психолог может, но может быть и наоборот. Может быть, та ситуация, уже сегодня говорили здесь про диагностические мероприятия, да, в ходе комплексных диагностических мероприятий выявляется какая-то проблема. И в этом случае психолог обращается к классному руководителю, может дополнить информацию, и может уже для того, чтобы в этой диагности психолог, классный руководитель выстраивать дальнейший алгоритм работы с ребёнком. Всё ещё зависит от того, какая проблематика у ребёнка. Это личностные проблемы, неуверенность в себе, заниженная самооценка, уровень притязаний какой-то очень недоступен для разрешения этим ребёнком. Возможно, это проблемы в коллективе, непринятие ребёнка в коллективе, классном коллективе, трудности в социализации. Возможно, это невыстроенные или проблемные взаимоотношения в семье. Но вы, наверное, согласитесь, что вот как раз-таки доверие, то, о чём сегодня много говорили, это ключ к решению огромного числа проблем. Но это же ведь самое сложное. Как выйти на эти доверительные отношения? Как сделать так, чтобы каждый школьник понимал, что за помощью анонимно можно обратиться к педагогу-психологу? Все ли знают, где находится его кабинет? Вот об этом и речь идёт. Доступность психолога в школе – это первое условие для разрешения проблем. Я могу, например, сказать о своей доступности. Ну, это практически 24 часа. Не то, что там звоните мне всегда и все, да? А есть просто категория детей, которым я позволяю это делать. Это первое. И второе, то, что вот вы говорили, ну, мы говорим сейчас о доверительных отношениях. Это первое правило, которое может быть в решении тех или иных проблем. Безусловно, когда мы говорим о проблеме, всё-таки решение её должно быть рядом с некой сверхзадачей. Потому что, например, если мы будем говорить об этой студии, то, безусловно, здесь наводят, скорее всего, порядок. Но если бы эта студия существовала здесь только для того, чтобы вытирать пыль, наверное, она бы потеряла очень многое. Потому что то дорогое оборудование, которое здесь существует, оно бы просто было бесполезным. Поэтому и здесь, когда мы говорим о церкви, о школе, решение таких проблем, оно должно быть некой сопутствующей составляющей рядом с теми программами, которые вовлекают ребёнка в здоровую физическую жизнь, духовную жизнь, где ребёнок получает возможность участвовать в образовательных программах, которые его формируют, где он может найти отклик. А вот уже сформированный человек, он уже по факту будет лишён того груза проблемы, о котором мы сейчас говорим. Ирина Рудковскене, 67-я школа. Я не только психолог, я ещё и мама двоих детей. И старшая дочь у меня сейчас как раз находится в переходном возрасте. Поэтому тема сегодняшней встречи для меня близка и как для родителя, и как для специалиста. Что хотелось бы сказать, что подростковый возраст, конечно же, очень сложный возраст. И очень важно в это время родителям быть любящими, принимающими детей с их сложностями. Очень важно быть в партнёрских отношениях, наверное, со своим ребёнком, интересоваться его внутренним миром, интересоваться, с кем ребёнок проводит время вне дома. И в социальных сетях подружиться с ним и там же, знать, какую музыку слушает ребёнок, видеть на его странице, на его стене, чем он увлекается. И те же самые настроения, сейчас стена ВКонтакте — это отражение внутреннего мира ребёнка. И в профессиональном смысле тоже. Я вот как специалист, у меня тоже есть группа ВКонтакте, которая называется «Белые вороны», где находится большая часть наших учащихся, обсуждаются какие-то темы, профилактическая работа проводится, опросы. Сейчас это как бы можно делать всё в оптимальной форме, быстро, эффективно и с, скажем так, экономией бумаги даже в школе. Педагог-психолог, автомеханический колледж. Нора Владимировна. Я бы хотела сказать, что мы забываем о душе ребёнка. И нам надо психологам организовать сотрудничество с епархией Гомельской, так как все священники, священнослужители предоставляют такую возможность. В конкретно у нас в колледже организовано волонтёрское движение. Мы помогаем храму Серафима Саровского. И учащиеся девиантного поведения, которые состоят на различных видах учёта, принимают активное участие. Это также лечит их души. Да, мы не должны забывать о взаимодействии. Мастер, куратор, классный руководитель, психолог и, конечно же, родитель. Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. И, к сожалению, благополучные семьи страдают тем, что их чадо почему-то оказывается без должного внимания. Даже простые родители почему-то находят время уделить ребёнку возможность заниматься в музыкальной школе, посещать какие-то кружки и секции. А те, кто заняты карьерой, к сожалению, этого времени не находят. Спасибо за эти мнения. И ведь действительно, отец Артемий часто в погоне за тем самым благополучием, которого каждый желает себе и своим близким, мы забываем о духовном. Я думаю, что и мнение студии говорит о том, что мы об этом вспоминаем. Души, конечно, не видно. И общество сейчас живёт по правилам «можно и нельзя» с точки зрения закона. Вот если тебя штрафовали или выписали штраф, то это нельзя. Но, видите, в духовном мире нет тех ангелов-хранителей, которые бы могли с мигалкой прилететь и выписать штраф и чётко дать понять, что так делать нельзя. Но воспитывать у себя внутреннюю любовь к соблюдению духовных правил всё-таки это важно. И здесь, как правильно говорила студия, церковь всегда такому человеку окажет помощь и с любовью подскажет эту дорогу к Богу. Тем более, что и примеров такого взаимодействия учреждений образования и представителей церкви достаточно много. Действительно? Это действительно так. У нас реализуется совместная программа взаимодействия Белорусской православной церкви и Министерства образования Республики Беларусь. Есть такая программа и на областном уровне взаимодействия с Гомельской и Туровской епархиями. И перечень мероприятий в рамках этой программы, он очень широк. Начиная от каких-то индивидуальных бесед, каких-то проведения совместных факультативных занятий, проведения совместных воспитательных мероприятий, до покровских педагогических чтений. То есть мы работаем сегодня, и мы благодарны сегодня Белорусской православной церкви, что мы работаем с ними в одном контексте, не только с учащимися, но и с нашими педагогическими работниками. Ирина Юрьевна, еще вот все-таки о важном. Работа педагогов-психологов. Возможно, я не прав, но часто приходится слышать, потому озвучу эту мысль. К сожалению, по-прежнему не все ребята знают, где находится дверь педагога-психолога в учреждении образования. Как работать с этой, на мой взгляд, серьезной проблемой? Проблему эту мы знаем, да, по поводу рекламы сегодня деятельности педагога-психолога. Если брать конкретно отдельно взятое учреждение, то мы прекрасно понимаем, мы об этом неоднократно говорим и на конференциях, и онлайн-консультациях для наших педагогов-психологов о том, что не всегда мы, даже педагоги-психологи, да, я говорю, мы педагоги, можем найти подход к нашим детям с точки зрения и индивидуальной работы, с точки зрения того, что мы можем порекламировать свою деятельность. Если сегодня педагог-психолог выходит на родительские собрания, он приходит на классные часы, он приходит на просто воспитательное мероприятие, он просто останавливает кого-то в коридоре и предлагает в чём-то свою помощь. Такого психолога знают, к нему идут и включаются в том числе и в социальных сетях, в его блоги, переписку и так далее. Кроме того, есть такая форма работы, как ящики доверия. Их сегодня тоже никто не отменял. Евгения Семёновна, вот чтобы всё-таки было более понятно, чем так специфичен тот самый переходный возраст? Гормоны шалят. Чем сложен этот период и для подростка, и для его семьи? Вы знаете, подросток очень напоминает вот этот привычный такой обычный предмет, да? Лёгкий маленький пластиковый стаканчик, пустой. Он действительно ещё пуст. Там мало ценностей, там мало мировоззрения, там мало установок, мало концепций. Он ещё учится, он пробует эту жизнь. И если этот стаканчик остаётся пустым, то его можно легко смять, его может сдуть даже маленький ветерок. На самом деле, сложность подросткового возраста – это чтобы люди, которые находятся рядом с ним, и по долгу службы, и по любви своей родительской, чтобы они наполняли его таким содержанием, чтобы он устоял, удержался и превратился в полноценный человеческий сосуд. Но нужно всегда помнить, для них нет завтрашнего дня, и у них есть дурацкий, совершенно ничем не оправданный принцип. Всё плохое может случиться с кем угодно, только не со мной, а случается почему-то с ними. То и дело, мы возвращались к детско-родительским отношениям, и в этой связке, наверное, всё-таки первый шаг за взрослыми. А вот родителями у нас научились учить, и вообще есть такая практика? Практика действительно есть. И если мы понаблюдаем и проанализируем, в принципе, все поколения, годы, и в том числе советское время, то мы понимаем, что действительно, а кто где учат родителей быть? В каком университете этому учат? Ни в каком. Кто-то основывается на своём опыте, как было у них в семье, кто-то основывается на опыте своих друзей, кто-то на своём просто жизненном опыте бытовом. Но в данном направлении учреждения образования начинают свою работу и работают очень активно. Какие же формы мы предлагаем? В учреждениях образования есть специальное занятие по формированию у учащихся и у наших родителей опыта семейного воспитания. Вот те семейные клубы, о которых я сказала, что они собой представляют? В шестой школьный день, а это субботний день, как правило, когда родители могут прийти, педагог-психолог, и в том числе классные руководители, те, которые готовы работать с родителями, за чашкой чая обсуждают наболевшие, острые вопросы, проблемные вопросы или просто делятся интересными формами семейного воспитания, опыта. Сюда даже подключаются наши бабушки очень активно, им есть чем поделиться. Вот одна из форм. Другая форма – это, безусловно, не надо снимать из расчёта наши родительские собрания. Как бы там ни было, мы сегодня стремимся довести до родителей вот эти проблемы и не просто довести информацию, но и предложить пути решения, что немаловажно. Потому что и для родителей нужна подсказка. Наши родители не всегда, возможно, понимают, что вот данный конкретный случай, о чём мы говорили немножко чуть выше, он может случиться и в их семье. Сколько в этой студии звучало? Есть проблема к специалисту? Сколько экспертов из года в год в самых разных сферах продвигали эту простую истину? Что должно произойти для того, чтобы мама или папа с ребёнком пришли на приём к врачу в Гомельскую психиатрическую больницу? Что подумают другие? Вдруг нас увидят? Что скажут коллеги? А вдруг это не анонимно? Ведь чаще всего именно с такими мыслями люди идут и не доходят. Так вот, чтобы ничего не произошло, для этого необходимо обращаться к специалистам. Конечно, есть мнение в обществе, что психиатрия немножко карательный носит характер, что при обращении к специалисту могут возникать какие-то социальные последствия, ограничения в дальнейшем. Но я хочу разубедить в этом мнении. Дело в том, что наша психиатрическая служба, особенно детская психиатрическая служба, она очень доступна. Врачи-специалисты принимают не на территории психиатрической больницы, детские врачи-психиатры ведут приём в филиалах Гомельской центральной городской детской поликлиники. Обратиться на приём можно к любому специалисту, независимо от возраста пациента. До 18 лет мы всегда принимаем пациентов. При подготовке этой программы, при проработке темы, мы долго думали, как же назвать конкретно взятый выпуск. Мне кажется, что вот та фраза, которую вы сейчас видите на этом экране, достаточно ярко сама говорит за себя. Выход есть в любой, действительно, даже самой сложной ситуации. У нас остаётся буквально несколько минут в эфире. У каждого из вас есть по традиции буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Ирина Юрьевна. Я хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем родителям, телезрителям и присутствующих здесь в студии с таким посылом, хорошим посылом. Дорогие родители, уделяйте как можно больше внимания вашим детям. Каждый день используйте любую минуту для того, чтобы поговорить, услышать, как прошёл его день, всё ли у него в порядке, всё ли хорошо, или просто-просто даже вместе помолчать. И хочу завершить свои слова вот этой фразой. Выход есть. Пусть каждый ваш ребёнок в каждой семье узнает об этом и услышит. Выход есть в любой ситуации. Я также хочу обратиться к родителям. Уважаемые родители, если вы видите назревающую проблему, обязательно надо обратиться за помощью к специалисту. Не пускайте всё на самотёк. Держите руку на пульсе. Ведь в ваших руках жизни наших детей. И милости просим, если будет необходимость. Господь наградил у нас очень целым рядом даров. Это жизнь, свобода и любовь. И очень важно, чтобы мы, проходя по дням нашей жизни, умели пользоваться этими дарами и стояли на защите их. И когда мы говорим о церкви, знаете, такой пример, наверное, в церковь настолько же сложно прийти, как к стоматологу. Вот иногда страшно, но понимаем, что нужно. Вот хотелось бы, чтобы мы воспитали у себя правила. Если есть проблема, её решать. Пусть это будут психологи-специалисты, пусть это будет храм. Потому что церковь, да, она строго относится к греху, но с любовью к грешнику. Многие из вас уже стоят на ногах и знают ценность жизни каждого дня и каждого мгновения. Пожалуйста, не оставайтесь безучастными к моменту со слезой или с радостью ребёнка. Пусть ему даже кажется, что он уже взрослый, но он всё ещё дитя. А мы в ответе за каждого ребёнка. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...